Разобраться в теме иранских дронов нам поможет наш следующий гость Рамис Юнус, политолог, экс-глава аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами парламента Азербайджана. Господин Юнус, мы рады вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте. Какое-то запрошение. Рад вас приветствовать и приветствую всю вашу аудиторию. Это взаимно. Спасибо большое. Господин Юнус, еще 8 месяцев назад, ну вот согласитесь, никто не мог подумать, что Россия будет просить помощи в виде ракет, в частности, у Ирана. И Иран эту помощь в виде дронов пока поставит все-таки Российской Федерации. Как это они, вот Иран и Россия, так быстро друг друга нашли и спелись? Знаете, эта тема в последнее время очень много муссируется. Я уже достаточно много говорил на эту тему. Давайте тезисно пройдусь по очень важным моментам, которые очень важно понимать в этой тематике. Это тема, вот как вы говорите, Иран и Россия спелись. Дело в том, что Иран-то 40 лет под санкциями, Россия якобы с 2014 года под санкциями. Подчеркиваю, именно якобы. Потому что относительно якобы точно так же получается и был Иран под санкциями. Это уже сегодня проявляется, потому что, когда начинаешь смотреть на начинки этих дронов, начинаешь понимать, что поставки осуществлялись некой американской компанией. А когда начинаешь смотреть на начинки и баллистических ракет, и многих других моментов, что сегодня помогает Ирану 40 лет держаться на ногах, начинаешь понимать, что сколько европейских структур, в первую очередь той же Франции, задействованы были вот в этих обходах санкций. А когда мы вскрыли сегодня, после 2014 года, в обход эмбарго, тот же Евросоюз, в первую очередь Германия, Франция, представляли той же России, вот эти комплектующие по многим направлениям, которые сегодня работают против той же Украины. То есть мы начинаем понимать, что одной рукой этот коллективный Запад якобы вводит санкции, эмбарго, а с другой стороны двойные и тройные стандарты, вот эти коммерческие интересы. Сегодня это за 20 лет взаимоотношений с Путиным, это порядка триллиона долларов. Вы сегодня видите, уже девятый уровень санкций, а возыны не там. По стратегическим моментам, включая последнее вот это заседание, они даже по алмазу не договорились, да? Одна Бельгия на полтора миллиарда только закупает у России в год. Сколько покупают другие страны, можно поинтересоваться и увидеть. Это все продолжает по сегодняшний день. Идет война, а это продолжается. Это не газ, это не нефть. Поэтому, что касается Ирана, Иран уже за 40 лет изучил эту тематику обхода санкций. Ему не только помогали западные страны, сами понимаете, та же Россия, тот же Китай, та же Индия. Весь развивающийся, так сказать, третий мир помогал в этом. И Россия наверняка этот опыт прекрасно будет использовать и продолжает наверняка уже использовать. И далеко не случайно, именно сегодня они хотят преподнести эти иранские дроны, как свои герань какой-то, да? По информации американской разведки, скорее всего, сборка происходит на территории. Те дроны, которые сегодня работают на вашей территории, они в массе своей собираются на территории той же России. Они понимают о том, насколько это чревато для того же Ирана. И поэтому они играют, с одной стороны, в эту игру, что Иран тут как будто бы ни при чем. Но уже и весь мир это знает, и в первую очередь Украина должна в этом направлении предпринимать дипломатические усилия. Вы должны четко понимать, что на вас напали уже три страны. Россия, Беларусь и к ним добавился Иран. И поэтому с ними надо поступать соответственно. То есть надо разрывать дипломатические отношения и с Белоруссией. И я так не понимаю, почему по сегодняшний день не разорваны отношения с Белоруссией и с тем же Ираном. С Россией так долго еще тянули. Такое невозможно, когда если есть война, значит однозначно разрываются дипломатические отношения. Это первое. Это что касается такой составляющей, чтобы понять, откуда здесь ноги растут. То есть это не проблема сегодняшнего дня. И поэтому нужно решать ее системно. Потому что бессистемность была в тех же санкциях все эти годы. Как относительно того же Ирана, так и относительно той же России. Поэтому как Иран стоял на ногах, так и многие задаются вопросом. А что такое? Почему еще не начался вот этот экономический кризис в той же России? А как он может начаться, если по сегодняшний день тот же Запад делает шаг вперед, потом делает два шага именно в области этих санкций? Теперь какое есть противоядие от этого? Потому что здесь не только проблема дронов. Здесь надо понимать, что более серьезные проблемы в перспективе эти баллистические ракеты. Потому что дроны можно сбивать. Их спокойно, успешно в последнее время вы сбиваете. Если вы подготовитесь, еще используете все резервы. Во-первых, у вас есть резервы на территории вашей страны. Это прекрасно говорят и ваши специалисты, и другие военные эксперты, которые выступают. Я так понимаю, уже стали использовать эти резервы. Зенитные установки, которые в том же Афганистане спокойно моджахеды использовали против советских войск. И кроме этого, я так понимаю, последние поставки говорят о том, что именно это учитывается. И я так понимаю, уже противоядие от этих дронов в ближайшие 2-3 недели эта тема будет купирована. Более серьезные проблемы от баллистические ракеты, которые, сами понимаете, бьют сверху. И их очень трудно уничтожить. И для этого как раз-таки очень важно, чтобы как можно оперативнее было поставлено вам противобоздушная оборона. Хотя бы в первую очередь касательно ключевых городов, помимо столицы Львов и те точки, откуда будет производиться главная логистика по поставкам вам вооружений. Поэтому, я так понимаю, проблема очерчена. Этой проблемой занимаются. Не просто так приезжал сюда и Бен Уоллес. Но он не только по этой теме приезжал экстренно сюда в Вашингтон. Но, я так понимаю, всю серьезность этой тематики и не только этой тематики уже понимают. Всегда подчеркиваю, могу здесь же повторить, точка невозврата в поддержке Украины со стороны Великобритании и Соединенных Штатов пройдена. Они в этом вопросе с вами уже пойдут до конца. Мы это видим и тенденцию. А то, что войска Соединенных Штатов, самая их элитная дивизия в Румынии приведена в действие полным составом. 4300 солдат. Это полный комплект. По всем направлениям. То есть, такого еще не было за последнюю, я не помню, сколько живу здесь в Америке. На границах с Украиной. То есть, Запад готовится к любому телодвижению со стороны России в отношении как к логистических поставок и всего того, что может представлять определенный интерес. Я уже не говорю про тему ядерного шантажа и всего остального, чем бравирует сегодня Россия. Поэтому, конечно, тема есть. Проблема очерчена. И ею надо заниматься. И это не только одна проблема, которая должна стоять на повестке дня у вашего военно-политического руководства. Так как все то, что сегодня попадает в информационное поле, базируется в первую очередь на успехах на поле боя. А на поле боя идут очень серьезные моменты, которые надо также учитывать. Что касается, завершая по Ирану, могу сказать, что у Ирана других вариантов просто нет. Вы знаете, там революционная ситуация, вот этот социальный взрыв, который похож был на взрыв 2009 года, он уже переходит в политическую фазу. Духовный лидер болеет и очень тяжело болеет последние 2-3 года. Срочно готовит себе преемника. Это может быть нынешний президент Ибрайм Райси. Это может быть сын самого этого духовного лидера, Айатулла Хамении-младший. И плюс может быть Садык Лариджани, лидер, председатель Верховной судебной системы. И главное, кого поддержит корпус Стражи Исламской революции. А корпус Стражи Исламской революции вот в данную минуту проводит военные учения на границах с Азербайджаном. 50 тысяч армий из Ирана скоплены там. И идет эскалация, потому что весь мир, как весь мир готовится, так и в этом регионе готовится. Вот политики готовились, смотрите, в Праге собрались все политики Европы. В Астане и Самарканде собирались все политики Азии. Частично некоторые постсоветские пространства Турции, они были представлены и в Праге, они были представлены и там, ну, в силу своей географии. Кроме этого, вы видите, на Южном Кавказе тоже происходят определенные события. И тот же Иран. В Баку прилетали на прошлой неделе министр обороны Израиля с полным генералитетом. Пять звездных генералов. Точно так же прилетал и в этот же день прилетал министр обороны Турции с таким же количеством генералов. В один день. В этот же день приезжал министр иностранных дел Саудовской Аравии. Это все происходило в Баку на фоне вот этой эскалации. Поэтому мир готовится к постпутинскому периоду. И я так думаю, это надо заниматься не только конкретно Ираном, надо заниматься конкретно и Белоруссией, наравне с Россией надо заниматься и Белоруссией, и Ираном. Потому что Путин использует все плацдармы, вот как он сейчас готовит. Или имитирует, или во всяком случае напряжение создает на белорусском направлении. Точно так же он старается создать напряжение и на иранском направлении, как чисто информационно-идеологически эскалирует ситуацию, так и конкретно стягивая возможности того же Запада, той же Украины, на том же белорусском направлении. Для того, чтобы как-то купировать проблему и неуспехи их на херсонском направлении. И я уже не говорю о возможном минировании города Херсона и возможном минировании гидроэлектростанции Каховска. Господин Юнус, но все-таки Украине дотянуться до Ирана очень сложно дипломатически, я имею в виду. И вообще, как много у Украины, Соединенных Штатов Америки, других наших западных партнеров каких-то возможностей противостоять усилиям Ирана на сегодняшний день? Потому что Иран уже давно под санкцией. Как можно договариваться с террористом, который уже террорист десятилетиями, да? Он уже привык быть террористом, он знает, как выживать террористом в этом, среди этого цивилизованного мира? Ну, понимаете, тема договориться или не договориться, конечно, не стоит на повестке дня. Хотя в большой политике всегда такая вероятность существует. Потому что тот, который, будь то Иран или кто-то другой, если ему сделать какое-то предложение, от которого он не сможет отказаться, он, естественно, на ближайшем повороте сдаст своего собутыльника, так скажем, да, тоже России. У Ирана далеко не завидное положение, как в экономической области, как в политической ситуации, которая в самом Иране. Поэтому, как будут поступать с Ираном, мы в ближайшее время увидим, ну, то, что эта проблема уже очерчена. И раз она перешла уже в политическую плоскость, я хочу, чтобы вы понимали, как работает западная машина. Сначала бросается информационный вброс идет. После этого этот информационный вброс переходит в политическую плоскость. В политической плоскости она проходит определенные стадии через организацию объединенных наций, через ОБСЕ, через тоже НАТО, и делаются конкретные политические заявления. И после этого уже начинает, переводит это в предметную плоскость. А если есть еще внутри этой страны определенная вот такая дестабилизация, то ее, конечно, еще более усиливают. И поэтому вот то, что вы сегодня видите, как внутри Ирана и так вокруг Ирана, говорит о том, что в ближайшее время там будет далеко неспокойно. И этим занимаются и те страны, которые я очертил, которые находятся в регионе и далеко они заинтересованы в этом. Все эти страны будут пользоваться и пользуются поддержкой тех же Соединенных Штатов. Что касается той же Украины, Украине не нужно вмешиваться в эти дела. У Украины нет возможности. У Украины вообще не должна вмешиваться во внутриполитические моменты ни одной страны, пока у нее идет эта война, включая Соединенные Штаты. То есть вот здесь идут выборы, там в Великобритании там выборы тоже будут проходить. Вас это не должно волновать, потому что вы не позволяете вас втягивать во внутриполитические трязги ваших союзников. Что касается ваших врагов, таких как Иран, Россия и та же Беларусь. Вы должны здесь сделать только то, что вы можете делать чисто политически, информационно. Поэтому в первую очередь Украина должна разорвать дипломатические отношения. Разорвав дипломатические отношения, это политический демарш. После этого информационная, естественно, работа на этом теме. Что касается всего остального, что касается того Ирана. Есть другие страны, у которых и эти все страны являются вашими непосредственными союзниками. И они еще раньше вас точили зубы на тот Иран. И при первом моменте, когда Иран дернется, вот, например, против того же Азербайджана, Ирану там мало не покажется. А кто будет защищать Ирану в этой ситуации, вы как прекрасно понимаете. Россия, дай бог ей самой вылезти из этой ситуации, собрать свои кости. Китай вообще вмешиваться в эти дела не будет, Индия в том числе, если они не поддерживают ту же Россию, занимают позицию нейтралитета. Поэтому просто эта проблема с Ираном, она, это ошибка того же Запада. Точно так же, как проблема той же России. Точно так же, как проблема той же Беларуси. Два года назад они же могли бы тему Лукашенко закрыть раз навсегда. Не сделали это, не поддержали белорусский народ. Поступили с ними так же, как поступили с Грузией в 2008-м, поступили так же, как с вами в 2014-м году. Поэтому, я думаю, Запад уже понял все свои ошибки, вот бессистемные. И благодаря США, скорее всего, в первую очередь, и Великобритании эту проблему возможно решить. И США эту проблему будут решать не потому, что вдруг они вот такие стали белые, пушистые, поумнели все вдруг разом. Потому что это бьет, в первую очередь, по стратегическим интересам самой Америки. Ваш успех, это успех Америки. Какой-то успех того же Ирана, это поражение той же Америки. Вы же видели, не занимались Ближним Востоком, 11 сентября пришло сюда, в Америку. Поэтому вполне возможно, что 11 сентября может снова сюда прилететь, если не заниматься Россией, если не заниматься тем же Ираном. Поэтому свято место пусто не бывает. И вот эти все ошибки на Ближнем Востоке, с той же Сирией, вот с этими арабскими революциями. Посмотрите, кто там сегодня командует парадом. Тот же Иран вместе с Россией в Сирии создали вот этот шиитский поезд. Посмотрите, кто там сегодня противостоит им. Слава Богу, что Турция отстояла плацдар в Эдлибе. Хорошо, что Саудовская Аравия тоже активничает в этой ситуации. Но опять же, Турция, Саудовская Аравия в одиночку. Все эти проблемы решить не могут. Вы же видите, по сегодняшний день Россия давит на то за Израиль. И Израиль не может до конца вас поддержать. Хотя тут есть и определенные ошибки и вашей дипломатии с 1991 года. Надо было правильно подбирать себе союзников, строить отношения. Вот посмотрите на Азербайджан. Азербайджан, с одной стороны, Пакистан поддерживает Азербайджан, мусульманский. С другой стороны, Израиль и еврейское государство, стратегические партнеры. И они сегодня стоят на страже того, что, не дай бог, Иран дерзится в сторону того же Азербайджана. Азербайджан работает с Израильом с 1991 года. Он запутался очень сильно. Мы благодарим вас за этот разговор. Как всегда, все по делу. По сути, Рамис Юнус, политолог, экс-глава аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами парламента Азербайджана, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. В конце этого разговора хотелось бы напомнить, что глава МИД Украины Дмитрий Кулебов внес уже на рассмотрение президента Зеленского разрыв дипломатических отношений с Ираном. Это очень важное уточнение. Об этом просто к этому призывал только что наш гость. И мы хотим сказать, что, в общем-то, этот вопрос уже очень активно рассматривается украинскими властями. Продолжение следует...